В новогодние праздники крупный пожар произошел и в Одинцово. Взгорание в доме номер 108 по Можайскому шоссе уничтожило несколько квартир на четвертом и пятом этажах. Беда пришла и в семью Марины. Сейчас многодетная мама временно проживает в стационаре с тремя детьми. Что делать дальше, не знает. Мне некуда привезти сейчас детей после больницы. Вот единственное, что я переживаю. Потому что мы с мужем живем ради детей. Все делали для них. А остались без ничего. Вот просто. Я вот чисто из-за этого только переживаю. Мама! Мне не хотелось, чтобы у них стресс был. Потому что у меня маленькая еще даже не знает, что... Она даже говорит, когда папа приедет, когда домой пойдем. Глава района Андрей Иванов провел экстренное совещание. Он предложил всем муниципальным служащим направить свою зарплату за рабочий день на помощь погорельцам. Уверен, что все мои коллеги отнесутся к этой инициативе с пониманием и перечислят средства в кратчайшие сроки. Сейчас наша основная задача – мобилизоваться и всем вместе помочь жителям, которые оказались в трудной ситуации. Напомню, что в результате пожара пострадали 13 человек, в том числе и шестеро детей. Их оперативно доставили в Одинцовскую ЦРБ и 123-ю клиническую больницу. В больницу очень хорошо нас приняли. Очень хорошо. Врачи очень внимательно смотрят за моими детками. Спасибо им большое. Специалисты настаивают – чаще всего в новогодних пожарах виноваты сами люди. В праздники многие используют пиротехнику, а она становится весьма опасной в руках нетрезвого человека. Кроме того, пожары возникают и из-за самодельных обогревательных устройств. Часто просто-напросто загорается проводка. Святослав Савенков, Дарья Киреева, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.